Верблюды обитают в самых жарких местах нашей планеты, но при этом они одни из самых крутых и комичных животных, которых создал Бог. Одного взгляда на их худощавые ноги, шишковатые колени, широкие ступни, горбатую спину, длинную шею, вытянутую морду, кустистые брови и большие болтающиеся губы достаточно для того, чтобы начать смеяться. Но будьте осмотрительны и не смейтесь над верблюдом слишком долго. Вы можете раздразнить его. Если через чур раздразнить его, то он может укусить, лягнуть или даже плюнуть в вас. Плюется он не просто слюной. Верблюды отрыгивают частично переваренную еду, жвачку и поливают обидчиков зеленым месивом, выплевывая его своими болтающимися губами. Вам не следует бояться, если вы имеете дело с хорошо выдрессированным верблюдом. Но если вы пристаете к вспыльчивому верблюду, то лучше смотрите в оба. У некоторых верблюдов есть два горба. Такие живут главным образом в Центральной Азии. Однако самым распространенным видом верблюдов является арабский одногорбый. Слышали ли вы когда-нибудь, что верблюды способны проделывать длинный путь, не употребляя воды, так как они хранят большое количество воды в своем горбе? Правда в том, что верблюды действительно могут идти в течение долгого времени, дней или даже месяцев без воды. Но они не хранят воду в горбах. Бог создал верблюда со способностью хранить жир в горбе. У здорового откормленного верблюда горб может весить 36 килограмм. Когда верблюд отправляется в долгий путь, зачастую везя людей или утварь, и еды не хватает, то он использует свои жировые запасы как источник энергии. Чем больше верблюду приходится идти без еды, тем больше жировых запасов он тратит. В то же время его горб становится все меньше и меньше, и часто начинает свисать набок. Как только верблюд возобновляет полноценное питание, его горб снова наполняется и приходит в норму. Каким же образом верблюд может идти в течение дней или даже месяцев без гладка воды? Что ученые выяснили о чудесном дизайне этого существа, который сберегает воду? Во-первых, верблюд может получать большую часть необходимой в организму воды из растений, которые он ест. Это особенно актуально в зимнее время, когда растение содержит больше влаги, чем в летние месяцы. Верблюд может получить воду даже поедая кактусы, причем не повреждая себе рот. Можете представить себе обед кактусом? Верблюд может есть настолько колючее растение, благодаря сверхпрочному покрытию внутри его рта, настолько прочному, что шипы кактуса не могут пробить кожу. Во-вторых, в отличие от большинства животных, верблюд теряет очень мало жидкости посредством пота. Чем меньше воды в его организме, тем меньше выделяется пота. В-третьих, верблюды не тратят большое количество влаги при выдохе. В носу верблюда, особенная слизистая, помогающая извлекать воду из большей части влаги, которая выходит из легких, таким образом создавая рециркуляцию воды в его организме. Вместо того, чтобы потерять значительную часть влаги при выдохе, верблюд сохраняет аж до 60% своей воды. И последняя причина, по которой верблюды способны идти несколько дней без воды в летнее время и несколько месяцев в зимнее время, это то, что они могут выпить очень много воды, когда она доступна. Томимой жаждой верблюд может выпить 75 литров воды всего лишь за 10 минут. Поразительно, что желудок верблюда может быть опустошенным уже через пару минут после употребления такого огромного количества воды. Как это возможно? Все потому, что дизайн верблюда таков, что миллиарды маленьких клеток сберегают всю воду на потом, когда она будет в дефиците, например, на время путешествия через пустыню. Большинство людей и животных заболеют и погибнут, если потеряют всего 10-15% веса своего тела посредством воды. Но только не верблюды. Путь верблюда по пустыне может быть таким долгим и безводным, что он может потерять 25% массы тела посредством воды, но при этом продолжать свой путь. Удивительно, как верблюд может двигаться вперед благодаря своей хорошо спроектированной способности использовать огромное количество воды, целых 40% из длинных овальных кровяных клеток уникального дизайна. Друзья, неразумная, нецеленаправленная эволюция не способна логически объяснить чудный дизайн верблюдов. Необыкновенный и комичный, экономящий воду верблюд – это чудесное создание, которое свидетельствует об удивительном творце. Субтитры создавал DimaTorzok